Библейский портал экзегет.ру представляет 96-й псалом для библейского портала экзегет, читаю, перевод российского библейского общества. Ну и он служит продолжением 95-го. 95-й был про величие Бога, причем я говорил там два таких полухория. Один хор говорит о том, что Господь присутствует в этом мире, что вся природа полна его величия, вся природа воспевает его просто тем, что она существует. А второй говорит о его роли в истории Израиля, о том, как он спасал Израиль и завершается 95-й. Он справедливый будет судить весь мир, будет судить народы. То есть мы там видим некоторую такую уже окончательную победу над злом, но пока только как проект. Вот 96-й расскажет, как это будет. Господь царь, да радуется земля, да веселятся многочисленные заморские страны. Вокруг него облако, тьма густая, а в основании престола справедливость и праведность. Пред ним идет огонь, испепеляет вокруг всех врагов его. Его молнии озаряют вселенную, видит их земля и дрожит. Горы, как воск, пред Господом тают, пред владыкою всей земли. Небеса возвещают правосудие его, все народы видят славу его. Пусть посрамятся все, кто идолом служит и прославляет своих божков. Все божества, поди тениц пред ним. Слышат Сион и радуются. Рады дочери Иудеи, рады Господи правосудию твоему. Высоко ты, Господи, над всей землей, высоко выше всех божеств. Любящие Господа ненавидьте зло. Бережет он жизнь праведников своих, избавляет их от рук злодеев. Свет воссиял для праведника, радость для тех, кто чист сердцем. Радуйтесь, праведное Господи, славьте имя святое его. Ну, такой очень торжественный псалом. Ну, как псалом, как песнь на вход какого-нибудь царя в свой дворец. Торжественное такое событие. И вот здесь, причем не только израильский народ, но многочисленные заморские страны. Эти заморские страны, они как образ всего человечества. Вот израиль здесь, а есть еще какие-то заморские, то есть другие, чужие, которые нам неизвестны, непонятны. Но и они в этом участвуют. И вот смотрите, вокруг него облако, пред ним огонь. Его молнии озаряют вселенную горы, как воск тают. И вот это такое грозное пришествие, да, пришествие, которое наполнено вот всякими вещами, связанными с там землетрясением, с бурей, с громом, с натиском, с чем-то таким страшным. И в результате пусть посрамятся все, кто идолам служит и прославляет своих башков. Вновь и вновь эта тема победа и превосходства Бога над идолами. И тут же все божества поди тениц пред ним. О чем идет речь? Вот как в 95-м, мы не знаем точно, имеется ли в виду идолы, которые должны упасть. Вот было в книге, первой книге царства, описание, как филистимское божество Дагон, его статуя пала перед ковчегом Господним, когда этот ковчег оставили в храме Дагона. То есть подчинился, да, Дагон Богу. И как в первой книге царства, так и здесь не очень понятно, кем считает автор это божество, то ли некая духовная сущность, которая вторично по отношению к Богу и должен поосниться, то есть покориться ему этот самый, ну, некий ангел или демон, вот кто-то, кто воспринимается как божество. Либо это вот фантазия, да, либо это просто статуя, которая должна рухнуть, разбиться и что-то подобное с ней случится. «Слышит все он и радует, радуй дочери иудеи правосудию твоему, высоко ты, Господи, над всей землей, высоко выше всех божеств». И вот опять его триумф, и опять эти божества, которые где-то как-то присутствуют, но Господь среди них главный. Точно так же, как другие народы восхваляют своих богов. Ведь это был мир, языческий мир, где прославляли в каждом народе своих богов. И вот для израильтян невероятно важно не разбирать, кто эти боги, существуют, не существуют, а невероятно важно сказать, что в любом случае наш Господь выше. А что это значит? «Любящие Господа ненавидьте зло». Это не просто некоторое богословское утверждение. Да, вот Бог существует, Он важен для нас, Он такой-сякой, а зло не надо ненавидеть, раз вы его любите. Он бережет праведников, избавляет от рук злодеев и радость для тех, кто чист сердцем. То есть факт Его существования — это конкретный повод для того, чтобы исполнять Его волю. «Радуйтесь, праведное Господи, славьте имя святое Его». И примерно то же самое будет сказано в 97-м, но немножко другими словами. Субтитры создавал DimaTorzok